ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Апатиты и Кировск вновь прибудет чудотворная, мироточивая икона Пресвятой Богородицы, умягчение злых сердец. Она известна во многих странах, ее история уникальна. 3 мая 1998 года владелица образа Маргарита Воробьева заметила, что по поверхности иконы, купленной в обычной церковной лавке, стекает богоухающая мира. Явление стало повторяться. 12 августа 2000 года, в день гибели атомного подводного крейсера «Курск», на руках и шее Богородицы появились крохотные язвочки, а на левом плече явная рана, из которой позже потекли струйки крови. С тех пор мироточение и кровоточение иконы не прекращается и сопровождается влагоуханием. Такое чудо, которое происходит с иконами, мы знаем много образов, которые мироточат, но этот образ мироточат уже более 20 лет. И, конечно, многим это во исцеление, многим во укрепление их веры. Этот образ один из самых почитаемых или известных в народе. Люди нуждаются в этом образе, и я думаю, что многие смогут прийти и помолиться перед этим чудотворным образом. Божья Матерь, в сердце которой пронизывают семь мечей, испытывает полноту того горя, который перенесла Пресвятая Дева в ее земной жизни. Похожее изображение имеет икона Божьей Матери Семистрельная. Разница лишь в том, что мечи, пронизывающие сердце Богородицы, расположены несколько иначе. Три с одной стороны и четыре с другой. Богородицы молятся о том, чтобы смягчилось сердце, наше сердце смягчилось и сердце тех людей, которые ожесточились как-то против нас, чтобы они сменили гнев на милость. А также молятся об избавлении от страстей каких-то, которые, если поглощают человека целиком, то он уже находится в таком погибельном состоянии. И вот он как бы вопьет Божьей Матери о спасении и получает утешение, получает спасение. Конечно, Божьей милостью, но ходатайством Божьей Матери, которая всем нам усердно заступнится. Прихожане кировских и апатийских храмов вспоминают, как святыня побывала на Кольской земле в октябре 2019 года. Тогда сотни верующих богоговейно приложились к чудотворному образу Пречистой Девы и совершили помазание святым миром, распахнув сердца христианским истинам. Мы должны любить его ближнего. Мы не должны злиться, не должны раздражаться. Вообще мы должны, конечно, стремиться стяжать Духа Святого и стремиться к Царству Небесному. Но Господь, вероятно, не просто так дал нам прожить свою мирскую жизнь, именно испытать себя, а испытание – это любовью. Это самое главное, что нужно для нас, для человека и выцеркленного, и для любого мирского человека. Это всех нас касается, потому что рано или поздно мы уйдем в мир иной. В этот раз икону встретят 24 февраля в апатийском храме новомучеников и исповедников Церкви Русской. В 18 часов здесь проведут молебен. На следующий день святыня посетит храм Иверской иконы Божьей Матери, где состоится престольный праздник. Вечером 25 февраля образ прибудет в Хибиногорский женский монастырь, а 26 числа – в Кировский храм спаса нерукотворенного образа Иисуса Христа. Божественной литургией возглавит митрополит Мурманский Мочегорский Митрофан, благодаря которому святыня и посетит Мурманскую епархию. Владыка отмечает, что помощь в этой духовной работе оказывает компания Фосагра и Кировский филиал АО «Апатит». Конечно, взаимодействие с комбинатом Фосагра, который всегда поддерживает такие инициативы, финансово обеспечивает их и никогда не услышишь от них отказа, когда дело касается именно социального служения. Замечательная вот эта смычка науки Апатиты и Кировского производства, то есть она дает удивительный плод, когда это все наполняется еще духовным звучанием церкви, которая активно в этом участвует, что Кировская, что Апатитов. Визит чудотворной святыни завершится 5 марта в Мурманске. Расписание богослужений в Апатитах и Кировске вы видите на экране. Его также можно найти на страницах храмов в социальных сетях.